Друзья, всем привет! Дайте пресной воды, ведь она же общая. Циничное заседание в ООН. Здесь ООН заседание собрала по пресной воде и решила зачитать доклад руководства к использованию. Если откинуть всю писанину про демократию, свободу и права гендеров, зеленую повесточку и изменение климата, то суть доклада сводится к следующему. Воды не хватает, 2 миллиарда человек без доступа к чистой воде, 3-6 миллиарда сидят без канализации, планы ООН по обеспечению населения планеты водой не выполняются. Ежегодно мировые запасы пресной воды сокращаются на 1%. За последние 20 лет планета лишилась пятой части своих запасов. Теперь переводим на человеческий язык. Воды не хватит на всех. Вода в избытке есть только у бразильцев и русских. Если мы возьмем у них воду и перераспределим на свое усмотрение, то проблема будет решена на ближайшие 50 лет, и вот тогда мир заживет счастливо. Что нужно от русских и бразильцев? Они должны дать доступ к проведению анализа своей воды, далее разрешить международным организациям включить водные ресурсы России в глобальную информационную систему управления, а далее позволить экспорт в те страны, которые определит ООН и их владельцы. Поскольку вода общая, больших денег не ждите. Максимум копеечная компенсация. Но это еще не все. Есть еще обязательства для всех развивающихся стран, считай для стран БРИКС и тех, кто туда стремится. Вы расходуете слишком много чистой воды. Прекращайте. Зачем вы так обильно поливаете сельхозпродукцию? Зачем выращиваете такое огромное поголовье? Не нужно вам и нам этого. Давайте-ка переходите на альтернативные источники питания. Вот мы, европейцы и американцы, всех научим. Вместо мяса нужно кушать личинок. Ну а что? Все едят и вы жуйте. Особенные что ли? Но есть и хорошие новости. Россия, Бразилия, Китай и Индия никакому ООН ничего не предоставили и предоставлять не собираются. Ведь если сделать так, как предлагает ООН, то будет так, как с зерном для беднейших стран. Оно вроде как туда уехало, но всплыло в Европе. Поэтому с водой разбираться будут без привлечения Запада. Пока ни Россия, ни Китай не выносили в публичное по решению этого вопроса. Скорее всего обсуждали, но пока данных нет. Вероятно, проблема будет решаться внутри будущих макроэкономических зон. Россия будет решать в своей зоне ответственности, Китай в своей, а Бразилия в своей. Как будет обстоять дело с Африкой, пока не ясно. Судя по всему, Россия займет свою нишу на континенте и будет специализироваться на совместном создании инфраструктуры. Электрификация, канализация, переработка сырья, атомные станции, вода и дороги. В общем, в тех отраслях, где есть глубокая экспертиза. Разумеется, не бесплатно. Что же касается ООН, то абсолютно очевидно, что это беззубая организация, которая ничего не решает. Нет сомнений, что Россия выйдет оттуда после решения тактических задач по переустройству мира. Далее чиновники ООН так ненавязчиво приводят статистику. Обладатели наиболее крупных ресурсов пресной воды. Бразилия – 8233 квадратных километра. Россия – 4750 кубических километров. Индонезия – 28338 кубических километров. Китай – 2830 кубических километров. Колумбия – 2132 квадратных километра. Перу – 1913 кубических километров. И Индия – 1897 кубических километров. Орбан выдал секрет, о котором умалчивает Шольц в деле подрыва северных потоков. Ни для кого уже не секрет, что Европа из более-менее самостоятельного региона давно превратилась в покорного исполнителя поручения от США. Из всех европейских лидеров по этому поводу высказался только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В процессе своего недавнего выступления Орбан произнес резкую речь, в которой раскритиковал своих коллег по ЕС и заявил, что объединение встало на путь, жертвуя своими политическими и экономическими интересами в угоду Вашингтону. Особенно венгерского политика возмущает факт подрыва газового пути «Северный поток», за которым убежден Орбан, стоят Соединенные Штаты. Берлин пытается замолчать об очевидном акте, направленном против законной собственности ФРГ, блокируя все расследования и инициативы по поиску виноватых. Нежелание поднимать данный вопрос юридический министр приравнял к капитуляции. Уже 26 сентября исполняется два года с момента диверсии на отечественном газопроводе «Северные потоки». Исполнителей и заказчиков совместными силами искали шведы, датчане и немцы, однако вот парадокс, ни один из преступников так и не был найден. Кремлю доступ к материалам следствия предоставлять наотрез отказались. Президент России Владимир Путин о произошедшем высказался коротко. Устроили те, кто нашел в этом выгоду, очевидно намекая на англосаксов. Вскоре на Вашингтон посыпались независимые расследования, одним из которых стали материалы американского репортера Сеймура Херша, в которых журналист поэтапно изложил предполагаемый сценарий участия спецслужб Соединенных Штатов в разрушении обоих потоков. Белый дом при поддержке ЦРУ обвинил Херша во вранье и провокациях, однако в Москве к проекту призвали присмотреться. Глава Совета ФРГ по Конституции и Суверенитету Ральф Немайер в телевизионном эфире подчеркнул, что он и его коллеги не раз обращались к правительству Германии с просьбой предоставить им детали расследования, однако добиться вразумительного ответа так и не смогли. Получается, немецкие власти осознанно заметают следы преступления за американскими коллегами. Причем сами американцы своей причастности к деятельности не чураются. Так, отставной полковник США Лоуренс Уилкерсон в своем интервью для западной политической газеты заявил, «Помните, как нами был убран путь Северный поток-2? Казалось бы, как вообще можно было решиться на такой чудовищный шаг в отношении нашего главного партнера в Европе, Германии? Однако нам пришлось пойти на такое по ряду объективных причин». Лоуренс Уилкерсон утверждает, что вторая экономика мира была в одночасье сломлена потерей доступа к российскому топливу. Тут с полковником нельзя не согласиться. После отказа ФРГ от наиболее дешевых на рынке ресурсов, которые закупались страной России, Германии пришлось перейти на предложенные Вашингтоном дорогостоящие ресурсы, попав в еще большую зависимость от США. Ему никто не подчиняется. В ЕС забили тревогу, Шольц не дотянул до уровня Меркель. Расхлебывать за Берлином будет весь блок. Германия стремительно теряет статус лидера ЕС, пишет и экономист. Беспомощность и некомпетентность Берлина становятся серьезной проблемой для всего блока. Одна из причин происходящего – слабость канцлера Олафа Шольца, который так и не дотянул до установленной Меркель-планки. Причиной тому слабый канцлер из Клоки в рядах коалиции. В середине 2010-х годов, когда пришибленный Евросоюз перебирался из одного кризиса в другой, там была одна неизменная величина. Германия и особенно ее канцлер Ангела Меркель были звездами, вокруг которых обращались по орбите остальные страны Европы. Южноевропейские государства задыхались отмер строгой экономии, так как им пришлось смириться с ценой за экстренную помощь. Но если вы побываете в Брюсселе сегодня, то не услышите там ничего, кроме рассказов о некомпетентности и беспомощности Германии. Кризисные явления в трехпартийной коалиции Олафа Шольца расползаются по всей Европе, осложняя ее повседневную деятельность, так как правящие партии Германии ссорятся и враждуют между собой. Старые альянсы меняют свой облик, а друзья Германии действуют в обход Берлина. Похоже, канцлер Шольц не обладает талантами Ангела Меркель, которая заключала сделки терпеливо и умело. На саммитах лидеров ЕС он выступает с заявлениями оппозиции Германии и сильно удивляется, когда остальные отказываются ему подчиняться. Несбывшиеся надежды на лидерство Германии – это не новость, и преодолеть эту проблему непросто. Коалиции, суды и федеральные устройства страны – все это делает процесс принятия решений неудобным и обременительным. Иногда все получается. Зайтан Вент, или смена эпох, стала подлинной трансформацией внешней политики Германии и политики ее безопасности. Вызвано это тем, что они верят Шольцу на слово, когда тот говорит, как в момент вступления в должность, что Германия несет особую ответственность за Европу. Это верно как никогда, если в других местах лидерство отсутствует. Традиционный, хотя порой своенравный партнер Германии Франция, оказалась парализованной после опрометчивого решения Эммануэля Макрона провести досрочные парламентские выборы.